всем добрый день всем здравствуйте так пару водных слов организационных мы сегодня с вами будем обсуждать кейс достаточно интересный про семью которая решает уезжать либо на карибы у нас есть такое разделение скажем так вот например лилия скотт разбирается вопросах не только миграционного законодательства великобритании но и также в общих правовых вопросах вы можете их адресовать ей соответственно моя компетенция это налоговые вопросы в российской плоскости в первую очередь и наталья вам всегда сможет нас поддержать по вопросам миграционного законодательства и гражданства в основных государствах план мероприятия такой сначала мы подробно поговорим о компаниях которых работают наши сегодняшние гости далее мы приступим к обсуждению кейса и после кейса мы ожидаем выделить где-то 15 минут на вопросы в ходе нашего диалога мы постараемся его оживить тем что вопросы которые будут от аудитории в режиме онлайн мы также будем вставлять в наши диалоги и так давайте представляться я передаю слово наталье ван чтобы она рассказала о своей компании и о своей компетенции более подробно наталья благодарю александр добрый день день коллеги добрый день зрители меня зовут наталья ван и я представляю британскую юридическую консалтинговую компанию сейс глобал партнерс которая специализируется на вопросах гражданства вида на жительство по всему миру основной фокус мы держим на программах карибского региона наша компания является правительственными представителями ряда карибских стран таких как санки циневис и доминика также мы являемся авторизованными агентами во всех пяти карибских юрисдикциях включая гренаду сент-люсию антигу и барбуду вот и будем рады помочь нашим клиентам помочь вам вашим знакомым также вашим клиентам оформить гражданство любой из карибских стран да также мы помогаем с видами на жительство в европе например португалия греция мальта такие программы вот и добавить мне хотелось бы наверное про нашу компанию это то что мы уделяем очень много внимания комплайнсу да то есть проверки на благонадежность так как карибские страны относятся к этому очень серьезно и мы проводим свою изначальную внутреннюю проверку на благонадежность всех клиентов абсолютно бесплатно помогаем вам составить идеальный комплайнс файл да чтобы вы могли легко пройти проверку на благонадежность вот и я думаю мы сегодня еще поговорим о требованиях заявителям вот если говорить про карибы тату это самый наверное на сегодняшний день быстрый и доступный способ получить второе гражданство за инвестиции сроки начинаются от трех где-то до шести месяцев занимает оформление в любой из карибских юрисдикций стоимости начинается от 100 тысяч долларов то есть по сравнению с рынком это наиболее доступные варианты вот на семью четыре человека в среднем инвестиции обойдется от 150 тысяч долларов и карибы хороши тем что они позволяют абсолютно свободно передвигаться по всему миру включая шенгенские страны включая великобританию гонконг сингапур более 140 безвизовых направлений вот при этом если мы говорим да о клиентах которые желают переехать да и найти новую юрисдикцию для проживания то тогда вам понадобится некое комплексное решение то есть карибы они позволяют безвизово путешествовать но при этом жить и работать вы можете только в этих странах карибских если вас интересует да например переезд великобританию то с этим вам поможет наш коллега или скотт и расскажет подробнее сегодня вообще мы будем фокусироваться именно на том как комплексно решить задачи клиента потому что паспортов много не бывает вот как помните мы уже находимся в этом в том самом будущем да когда мульти паспорт вот необходим нам всем поэтому мы как раз поговорим о том какой набор паспортов да и какие задачи может решить для вас вот я передаю слово лилии спасибо большое наталья добрый день меня зовут лилия скотт я управляющий партнер компания которая называется это юридическая компания которая дает подготовку и поддержку бизнеса и семьям желающим переехать в великобританию мы также предоставляем бухгалтерские услуги и своего рода консьерж услуги для high net worth клиентов и для бизнеса немножко о себе я переехала в великобританию чуть больше 20 лет назад я приехала была студентом и продолжила свой юридический путь который я начала в украине в великобритании я квалифицированный юрист слышится свою компанию я открыла девять лет назад и с этого момента помогаю многим русско говорящим семьям переехать в великобританию открыть бизнес начать обучение закончить его и иногда благополучно уехать с великобритании если это уходит вашу плану а мы также даем поддержку в налоговом законодательстве в налоговом планировании мы не предоставляем налоговые услуги но у нас есть очень хорошие консультанты с которыми мы много лет уже работаем мы также можем помочь в корпоративном коммерческом праве помогаем в рассмотрении разных судебных споров и в семейном праве а также в трудовом мы предоставляем комплексные услуги и очень дорожим нашими клиентами если у вас есть желание переехать в великобританию благополучно не сталкиваться с многими проблемами которые здесь могут возникнуть мы всегда будем рады вам помочь и сегодня с натальей мы вам расскажем один один из вариантов который может помочь всей семье и родителям и дети детям и также бабушкам дедушкам приехать в великобританию проведать свои свою семью и продолжить свою иммиграционную историю я абсолютно согласна с наталья что много паспортов не бывает я передаю до дамы спасибо за представление что переходим кейсу давайте так поскольку вы эксперты в широком перечне области области и то мы стараемся сделать эту презентацию максимально приближенной вот если и василия сейчас поставить презентацию кейс сам по себе очень простой но мы его начнем фантазировать и усложнять так если у нас презентация на экране василия ну или пусть нам слушатели отпишутся о есть презентация отлично вот у нас пальма по бокам следующий слайд пожалуйста о так на фотографии изображено лицо похожего предпринимателя на известного айти разработчика в россии покинувшего страну так вот давайте так базовый кейс есть некий индивидуальный заявитель физическое лицо молодой красивые он гражданин рф он прогрессивный айтишник и у него возникли определенные ограничения для развития бизнеса в своей стране он вынужден или решил уехать соответственно какие у него цели на первом этапе они у него очень широкий он хочет безвизово путешествовать спокойно и также он со временем хочет найти новую юрисдикцию где он ведет бизнес и где он проживает естественно ему нужна юрисдикция с устойчивой экономикой где его никто не будет трогать вот это базовый кейс мы начнем говорить про него а потом будем докручивать ситуации ведь жизнь она же движется он может развестись у него могут появиться внебрачные дети он может начать путешествовать по большому количеству стран да все что угодно он может начать заниматься криптовалютой и так далее и вот здесь чтобы кейс максимально наполнился жизнью я бы хотел чтобы слушатели стали вопросы мы бы быстро адаптировали а пока давайте стартовать с базового кейса и начинаем с давайте начнем с карибских островов коллеги спасибо можно пожалуйста следующий слайд так как мы отталкиваемся от того что индивидуальный заявитель то наиболее доступным и быстрым способом получения второго паспорта второго гражданства для индивидуального зрителя мы бы предложили программу доминики вот так как это наиболее доступный вариант для одного заявителя то есть сумма дотации в экономику страны составит 100 тысяч долларов плюс дополнительные сборы там по проверке на благонадежность просмотрению заявлений а юридические услуги вот в общем под ключ паспорт обойдется где-то в среднем 125 тысяч долларов сша а при этом наш замечательный молодой прогрессивный айти предприниматель может позволить себе путешествовать по всему миру да путешествовать по европейским странам по странам шенгена находиться там до 90 дней в полугодии может находиться до полугода за приезд в великобритании может находиться по месяцу в гонконге и сингапуре вот что собственно как мы все знаем в сша вот сша может находиться паспортом с любым карибским паспортом сша дается виза сразу на 10 лет при этом вы можете получить ее в любом посольстве да если сейчас например в россии мы не можем пойти подать на визу то поехать куда-то в европу да записаться на визу шансов гораздо больше вот про сша если мы говорим да если у клиента есть интерес перебраться в сша то имеет смысл рассмотреть гражданство гренады которая дает возможность оформить визу и ту в сша которая с российским паспортом недоступна да если российские заявители оформляет сша идут по программе и b5 которая начинается где-то от 900 тысяч долларов то и ту позволяет перебраться в сша до открыв там бизнес инвестировал бизнес где-то в среднем от 100 тысяч долларов сша вот и при этом если клиент то есть эта виза она не ведет к грин карте да и к налогу на всемирный доход то есть у вас бизнес с сша вы там платите налоги с бизнеса которые за пределами сша да если вы там не проживаете постоянно и не становитесь там налоговым резидентом то соответственно вам не нужно платить бизнеса вне пределах сша налоги то вот но более точно такие нюансы надо проговаривать обязательно с налоговыми консультантами да все зависит от вашей ситуации где вы хотите проживать сколько хотите проживать а почему тогда вы рекомендуете больше доминику а не гренаду если гренаде чуть лучше по сша а зависит опять же до от планов клиента потому что не все клиенты хотят переезжать в сша многие смотрят на европу или великобританию вот и в данном случае тогда не имеет никакой разницы данном конкретном случае я предлагаю доминику именно потому что это наиболее доступный да для single applicant это наиболее доступный вариант год помимо того что да есть возможность инвестировать в экономику страны также все карибские страны они предлагают вариант инвестиции в недвижимость например на доминике да это от 200 тысяч долларов сша вы можете инвестировать недвижимость скажем доля в пятизвездочном отеле обойдется где-то в 220 тысяч долларов и через пять лет вы можете эту долю реализовать продать например следующему заявителю на гражданство вот и таким образом это будет возвратная инвестиция что для многих тоже представляет интерес а вы вот изучали этот вопрос вот любопытно долю в гостинице купить вообще классная штука потому что там же гостиница тебе платит доход она даже гарантирует минимальный а вот какой-то доход интересно а то есть это же выгодно да это выгодно все зависит от застройщика да непосредственно от объекта скажем на доминике да есть варианты где они предлагают там они прогнозируют доходность от двух до пяти процентов то есть все будет зависеть от дохода отеля после того как он запустится в эксплуатацию а например на доминике да есть объект который строит range development кимпинский да кабриц резорт кимпинский который уже запущен в эксплуатацию собственно до момента запуска в эксплуатацию они выплачивали своим инвесторам два процента далее 90 процентов прибыли от как бы распределяется между всеми инвесторами в равных частях то есть такое вот 10 процентов забирает управляющая компания ну вот я поделюсь вот наверное своим мнением у меня клиент он купил недавно таким образом несколько номеров сочи и он очень рад там потому что есть минимальная планка сколько ему платят и ну от сезона зависит естественно сильно и он говорит что он вообще не прилагает никаких усилий то есть utility bills ему не нужно ничего он просто получает день вот если такая же тема у вас то она получается ну весьма неплохая то есть это такая это не затрата вот это не расход 100 тысяч а это можно рассматривать как полноценную инвестицию на много лет да то есть это помимо того что еще как бы да они да не оплачивают вы права не utility bills ничего то есть это все берет на себя застройщик вот что касается именно доходности отеля после да то есть тут мы не можем вот например там точно да гарантировать мне никакую никакую прибыль опять же да мы сейчас все видим вот мы столкнулись пандемии и соответственно туризма на какой-то момент встал и соответственно дохода у отелей не было вот поэтому это все очень так индивидуально да у нас есть клиенты да абсолютно по разному мыслят кто-то например говорит да вы что там 220 тысяч заморозить недвижки да ну я за это время это инвестирую в бизнес да и гораздо больше там заработаю чем потрачу на дотацию мне проще сейчас делать дотацию получить паспорт и не быть никому обязанным да то есть потому что в случае с недвижимостью вы получаете паспорт и обязаны еще пять лет ее удерживать вот и потом еще как бы продавать то есть раньше до того как появились например доли пятизвездочные да в пятизвездочных отелях недвижимость была совершенно непопулярным вариантом потому что приобретая виллу вы приобретаете ну дополнительно какую-то некую головную боль потом думаете куда ее продавать как продавать да через пять лет конечно с отелями гораздо проще то есть сейчас уже отели которые вот уже кемпинские да более пяти лет то есть у нас даже сейчас есть клиенты которые уже более пяти лет удерживают эти доли и готовы уже сейчас ее перепродавать то есть соответственно если вас интересует вариант инвестиций в этот отель мы с удовольствием вам предложим долю нашего клиента таким вот образом сейчас это работает а вот смотрите если я такой молодой красивый получил этот паспорт а потом у меня девушка появилась и я еще даже на ней не женился уже хочу с ней тоже гонять по планете чтобы она ко мне в гости там летала на карибу если дай бог туда полечу вот как это еще сто тысяч платить вариант если эта девушка да то это платить еще сто тысяч если вы с ней расписывайтесь то можно ее как бы пост-эдишн сделать до добавить ее после заявления то есть это тоже будут некие затраты это зависит опять же от выбранной юрисдикции да но меньше так скажем чем сто тысяч здесь карибы они относятся как бы к браку да именно то есть парой считаются супругами да это официальный брак они не принимают партнеров с которыми вы не расписаны то есть разнополый и обязательно официальный брак есть такие условия противном случае надо дойти по официально где угодно а вот если дети у нас а появились б но я потом тоже решил писать сначала не писал потом решил можно можно добавить детей да некоторые страны даже там в течение там года после после того как вы получили гражданство буквально там за 500 долларов можно сделать пост-эдишн вот если впоследствии появились опять же да если вы с девушкой например так они расписались но дети у вас появились то своих детей вы можете также добавить заявление пост так а вот сколько стоит пост-эдишн вот давайте так вот пост-эдишн жены детей и родителей вот три категории я вам честно сейчас да вот вот так вот как бы и в голове эти цифры не держу да я с удовольствием да если это будет интересовать кого-то из зрителей вы обратитесь ко мне да и я сделаю юристы наши подготовят полный расчет именно по пост-эдишн то есть я вам могу сейчас рассказать про изначальные да суммы инвестиций да первоначальное заявление касается пост-эдишн то что они везде разные да там на доминике одна сумма на санкидсе другая да к сожалению вот надо было мне лучше готовиться а вот смотрите тут уже вопросы полетели я вам их тоже задам вопрос от михаила а если пара без оформления брака в загсе может поднаться может поддаться одной заявке я так понял нет 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 без оформления сейчас бывает обращаются клиенты вне брака пока они там собирают документы они быстро расписываются и все то есть многие уже с детьми но там не дошли до загса просто до сих пор еще то есть это там в российском загсе дело двух дней до прийти написать заявление на следующий день вас распишет если у вас уже есть дети ну в общем да если хотите сэкономить то расписывайтесь в загсе это дешевле так следующий вопрос от людмилы на этапе выбора проекта для инвестиций кто делает оценку потенциальная доходность застройщики делают расчеты окей так вот мария спрашивает а детей так добавить можно ну видимо она тоже имела ввиду вот постфактум можно но цену скажем лично пишите лично так сколько всего человек можно добавить через пост эдишн там лимитируется только вашим родством да то есть можно добавить детей ближайших родственников до супругу новоиспеченную можете добавить родители в принципе после можете тоже добавить но опять же это выйдет дороже чем если добавлять в изначальное заявление то есть вас пойдут все еще дополнительные расходы если например вас пройдет больше года с того момента как вы оформляли заявление то вам тоже придется делать повторную проверку на благонадежность и так далее поэтому мы советуем по максимуму да если вы хотите делать то добавляйте сразу по максимуму всех вот вам это обойдется точно как бы изначально дешевле окей а вот если мы сразу включаем то тоже какие-то цифры есть ну вот если паровозом всех хочу родителей там братика ну скажем например вот сейчас да на сынки циневисе до конца года на семью до самое выгодное предложение действует четыре человека 150 тысяч это дотация то есть четыре человека это супруги двое детей дальше если мы хотим добавить дополнительного ждевенца то это 10 тысяч за каждого если это родители или дети да если это скажем братья или сестры так которые должны быть сам до 30 лет они женаты без детей а то это будет составлять 20 тысяч за брата или сестру но это безвозмездно то есть даром да это не инвестиции идет с анкицей или это да это дотация которая невозвратная это мы говорим об этом да если мы говорим про покупку недвижимости то в сумму вот эту 220 тысяч у вас ходят все ваши и ждевенцы но там надо иметь ввиду что там будет правительственная еще дотация до выплачиваться то есть правительство также берет там ну на семью там среднем выходят да там 35 50 на семью 4 человека мы обычно берем кейс до стандартная семья вот то есть соответственно добавляя и ждевенцев вы добавляете туда вот еще вот эти самые 10 или 20 тысяч вот в этот вот правительственный невозвратный сбор который идет и по опции по опции покупки недвижимости тоже вот отлично хорошо так ну самое главное вот очень позитивно вы рассказали про то что можно инвестировать недвижимость во первых паровозом дешево туда родственников включать во вторых можно ожидать доходность понятно что там скорее все какие-то подводные камни что строитель может застройщик может долго не сдавать объект 100 тысяч вот у вас но по опыту что обычно покупают недвижимость или 100 тысяч безвозврат вот последние два года да как вот недвижимость стала все более популярной потому что больше отелей пятизвездочных приходит на карибы да там еще вот пять лет назад например шли только по дотации вот опять же я говорю вот есть клиенты которые приходят как подарить кому-то 150 тысяч нет я лучше недвижимость куплю другой приходит и говорит нет я за эти 220 еще еще 220 заработаю за эти пять лет у меня купится моя инвестиция до фонд вот дальше уже именно как все зависит от вашей ситуации да от того там как вы ведете бизнес насколько вам удобно там вытаскивать замораживать например эту сумму да или вы хотите уже получить многие говорят там 150 тысяч да это как мне еще одну машину в семью купить да только я покупаю телепорт в европу и великобританию вот а вот как вы позиционируете этот паспорт это такая вот красная кнопка что по нему можно улететь когда угодно или он что-то еще дает глобально глобально опять же да зависит от того какие вы преследуете цели в принципе да с паспортом есть клиенты которые переезжают даже у нас была российская семья которая переехала на доминику открыла там бизнес вот кто-то смотрит например для себя дам говорит мы на пенсию могут купим сейчас там виллу и переедем туда на пенсию например вот то есть по разному да там открыть бизнес на карибах учитывая что это офшорные юрисдикции да не так и сложно вот если мы говорим про автообмен и да там налоговый статус то тут уже надо соблюдать ряд условий да то есть вы должны проживать там больше 183 дней чтобы стать там налоговым резидентом и соответственно чтобы вы могли открывать там и в европейских банках счета на карибский паспорт да обмениваться информации то есть это не какая-то волшебная таблетка да которая поможет вам например обойти действующие системы тут тоже надо как бы соблюдать потому что все эти страны они очень тщательно как бы берегут свою репутацию с учетом того что да у них такие хорошие связи с европейским союзом с великобританией вот и они естественно дорожат своими отношениями своим безвизовыми возможностями да собственно которые дают такую ценность этим паспортам и плюс это же так скажем основной источник дохода в их экономику это то что помогает им развиваться соответственно они к этим программам подходят очень серьезно поэтому они проводят такую серьезную многоступенчатую проверку на благонадежность и вот и опять же да например если у вас там был отказ визе в европу или там любую другую страну где у которых с карибом безвизовый въезд то пока вы этот отказ не закроете вы не можете поддаваться на гражданство да вам не одобрят именно потому что это не как бы не какой-то обходной путь да это именно такой некий полезный инструмент который очень сильно облегчает вам жизнь дает какие-то бизнес возможности и путешествия да кому-то надо по бизнесу путешествовать в европу быстро не задумываясь о визах да несмотря там на пандемии несмотря на какие-то еще условия да внешне вот им это очень сильно облегчает жизнь вот какой бы вы посоветовали карибский остров которым потенциально ну ваши клиенты потом начинают жить вот доминика я считаю что возможно жить я не был там но там очень классный разве туризм потенциально нет почему бы и нет конечно это никогда не слышу чтобы там сенкидс тоже это один из таких вот сенкидс и невис это же два острова вот сенкидс там особенно развитая инфраструктура там есть и гольф поля и марины да и вот как бы комплексные отели хорошие виллы то есть довольно популярное направление все зависит опять же до того что вы любите если вам нужна более развитая инструкция инфраструктура скорее это сенкидс и невис да то если не любите природу да то доминика она славится там своим 365 рек да вы можете каждый день в году там посещать новую там такой эко пеший туризм очень развит джунгли очень красивые прекрасные пляжи до гренада славится своими пляжами сент-люсе прекрасное направление да для новобрачных туда в медовый месяц и едут антигуи барбуда там покупает в себе дома знаменитости да например у опры дом на антигуи барбуде поэтому это все зависит от того чтобы преследовать вы хотите природу вы хотите инфраструктуру а вот знаете еще по отелям ну вот тоже по опыту моего друга там гостиничная сеть дает тебе какое-то количество дней бесплатно которые ты можешь прожить своем номере который купил то есть он сдается но тебе дает какой-то слот и вот вы изучали у застройщиков карибских также многие дают да там от 7 до 14 дней зависит от застройщика да от объекта выбранного они дают либо там 7 14 дней либо они дают даже какую-то карту сети там например хилтон да который дает вам какую-то там скидку по всему миру в сети да или возможность бесплатного повышения класса номера то есть какие-то некие привилегии вот все больше и больше мне сердечко бьется насчет недвижимости а не будем очень рады среди наших клиентов спасибо хотела бы добавить что наличие второго паспорта иногда помогает много людям которые ведут бизнес если у вас к примеру российский паспорт заканчивается или вы ждете получение британской визы и уже месяц ждете или больше у вас на руках есть второй паспорт по которому вы можете путешествовать и можно он также дает право сделать заявление с других стран в великобритании да если мы уже объединяем что-то не только с россией окей да еще есть вопрос от максима он спрашивает таким образом 220 тысяч инвестиций в недвижимость плюс 50 тысяч дотации так это он спрашивает когда мы паровозом берем видимо смотрите тут я могу да напишите мне напрямую я вам сделаю по разным объектам расчеты то есть там же зависит от состава семьи вот этот вот дополнительный взнос то есть обычно недвижимость выходит где-то под 300 тысяч со всеми сборами ну давайте так вот если резюмировать карибы то первое получается что с любовницей там жить менее выгодно потому что ей придется ну 100 тысяч платить выгоднее ее брать в жены а еще выгоднее вот если много людей если у вас много людей в семье тогда вот всех их утрамбовать в этот несчастный гостиничный номер да может быть вы еще хотите пару слов сказать и перейдем дальше на великобританию да мне кажется мы сейчас очень комплексно все раз рассмотрели интересно а дальше уже да я обращаюсь дорогим зрителям если вас интересует именно да какие-то детальные расчеты на вашу семью обязательно свяжитесь со мной да мы можем с вами созвониться обсудить ваши цели ваши задачи состав вашей семьи и подобрать под вас оптимальное решение да которое подойдет именно вам так отлично принято и последнее дополнение что паспорт который вы получаете он никак не влияет на ваш статус налогового резиденции по крайней мере в российской первой плоскости потому что у нас пока что режим 183 дня прожили в россии значит и резидент не важно какой у вас паспорт хорошо наталья спасибо вам за описание экскурсию по карибам лиля переходим к вам великобритания да конечно так добрый день получили вы паспорт карибов или еще в процессе но сердце все-таки лежит в великобритании может быть нужно чтобы переехала семья на проживание великобританию какие есть пути и способы может быть пора уже открывать бизнес или хотя бы показать что у вас есть представительство в юрисдикции великобритании то есть параллельно смотрим на большую картинку и думаем что же нам нужно от великобритании и что она у нас заберет одна из категорий по которой вы можете переехать и привести свою семью великобританию это виза инвестора виза инвестора рассчитана на семью на супругу и несовершеннолетних детей до 18 лет в великобритании не все так просто как карибах они к сожалению не разрешают присоединить родителей дедушек и бабушек и как я уже сказала детей только до 18 лет виза инвестора когда на нее смотрите на очень простая здесь все просто 2 миллиона фунтов инвестировать в бизнес великобритании через пять лет получить постоянное резидентство еще через год можно уже подавать на британское гражданство то есть 6 лет путь к британскому гражданству если вы хотите ускорить процесс получения постоянного резидентства вам нужно будет доложить 3 миллиона инвестировать 5 миллионов пунктов на три года получаете постоянное резидентство или же инвестиции это 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 в недвижимость или это именно в бизнес нужно это куда угодно но не в недвижимость вы можете инвестировать компанию великобритании которая зарегистрирована и которая рабочая это может быть ваша компания это может быть компания вашего друга это может быть просто компания которая вам понравилась вы хотели развивать ее вместе но что обычно происходит инвестиции идет в банки банки покупают вам через банк вы покупаете инвестиционный портфель и морозите или держите свои средства на протяжении пяти лет если инвестиция была 2 миллиона а вот расскажите как это то есть я я должен купить именно акции английских эмитентов или я могу покупать акции любых эмитентов но через английский банк у него портфель был через один английский банк потому что у них должен быть портфель можно инвестировать в свою компанию но нам нужны будут документы и аудит от компании которая регулируется фетчер это можно сделать но это не так просто непросто инвестировал компанию выли непонятно куда и все счастливы не получится просто так это сделать и какая-то организация финансовой структура которая регулируется c-ф Rivera должна будет удостовериться что вы вложили все таки средства свои в компанию действующую рабочую компанию в Великобритании. А вот если я, ну, например, у меня портфель есть в Швейцарии, я просто из швейцарского банка переведу его в английский банк, ну, не знаю, там, в Citibank UK, но в этом портфеле там американские имитенты в основном, ну, не знаю, там, вот, Facebook, что-то такое. Вот это считается? Нет, компании должны быть зарегистрированы в Великобритании, если эта компания есть в филиал или еще что-то в Великобритании, то есть сами по себе инвестиции должны быть куплены и подтверждены, потому что портфель мы будем проверять, и Министерство внутренних дел будет проверять по получению продления визы или постоянного резидентства. Ну, то есть вот банды подойдут. Вот я могу, например, тогда банды купить, да? Есть коммерческие банды, но не говермент бонд. Говермент бонд сейчас уже нельзя вкладывать или покупать в государственные банды. А вот коммерческие через компанию можно. Потому что изменилось законодательство. Раньше в основном все инвестора... Во-первых, уровень инвестиций был всего лишь 750 тысяч минимальный, а 250 тысяч можно было держать наличными на счету. Они покупали по основному государственные банды, и через три года, через пять лет их продавали. Все были довольны. А сейчас уже пару лет изменения были внесены в направление инвесторской визы, и развивать бизнес в Великобритании нужно. Есть сейчас очень много компаний, которые предполагают очень выгодные коммерческие схемы и структуры, но с ними нужно быть очень аккуратными. Иногда они предлагают вам инвестировать в их компании, они вам предоставляют своего рода гарантии, как эти деньги они вам обещают вернуть. Но это нужно все проверять, смотреть, и еще раз повторюсь, быть очень аккуратными. Лилия, а вот вы, как эксперт, поделитесь опытом, а куда сейчас инвестируют те, кто идут на эту программу? Что они покупают? Через банк они покупают разные акции. BT, просто любые. А в зависимости от банка, банк предлагает, какие инвестиции сделать в Великобритании. А вот у вас был опыт, когда... Все клиенты только через банк. Ага. Вот у вас был опыт, когда в private equity заходили, когда, ну, реальный бизнес покупали? Купить бизнес – это не инвестировать в него, во-первых. Это разные вещи. Купить акции этого бизнеса – это можно. То есть не полностью весь бизнес. У меня было пару клиентов, которые решили открыть компании в Великобритании, свои, и инвестицию они делали в свой бизнес. Мы успешно продлили визу, и у одного клиента мы ждем сейчас решения, но я думаю, что там не будет никаких проблем. Потому что что можно сделать? Можно открыть компанию в Великобритании, инвестировать в нее, и потом в течение 12 месяцев, вон, 12 месяцев дается, подать на визу инвестора. Есть такие клиенты, есть клиенты, у которых есть бизнес-планы, они говорят, вот открою инвесторскую визу, после инвестора в течение трех месяцев мне уже нужно будет куда-то свои средства вложить. То есть для того, чтобы не спешить, открывать компанию, пытаться открыть банковский счет, бизнес-банковский счет. Очень часто, если у нашего клиента план таковой, что он будет вкладывать свой бизнес, мы уже открываем ему компанию, мы корпорируем, открываем, пытаемся открыть банковский счет, чтобы он уже был готов сделать эту инвестицию. Также мы сотрудничаем с другими компаниями, всей зарегистрированной компании, которые могут сделать мини-аудит по бизнесу и подтвердить, что инвестиция была проведена правильно и как раз таким учредителем этого бизнеса, нашим клиентам. Почему-то не очень много клиентов, которые в этом заинтересованы. Это всегда можно было сделать, но исторически клиенты просто доверяли больше банкам, я бы сказала, плюс они в большинстве случаев не готовы были вести бизнес в Великобритании. Мне кажется, из-за этого им было просто легче отдать средства в банк, проверять свои портфели каждые три месяца и просто даже не думать об этом, потому что в основном их внимание будет все-таки концентрировано на бизнесе, который остался дома, на детях, которые только переехали в Великобританию, у них очень много стресса, нужно найти всех репетиторов по всем предметам, то есть не до этого, не до ведения бизнеса. Сейчас я вижу предприниматели, которые переезжают в Великобританию, они либо рассматривают визу инвестора, либо рассматривают визу инноватора. Просто есть еще одна категория для бизнеса, который действительно переезжает сюда для ведения бизнеса. Инвестора исторически, они просто не хотят заниматься тем, кому куда платить, как что отчитываться. Там вот клиентов не так много, которые очень активные со своими миллионами. Еще что бы хотела добавить по визе инвестора, она, если у вас есть средства, вы получаете визу, визу получает ваш супруг или супруга и дети. Они приезжают в Великобританию, у них нет абсолютно никаких ограничений. Они имеют право получить образование в Великобритании, пусть это будет частное или в государственной школе не имеет значения. Они также имеют право работать на себя, на кого-то, открывать бизнес. И через пять лет вся семья может получить постоянное резиденство при условии, что все находились на территории Великобритании минимум полгода в году. Получение постоянного резиденства снимает все требования, которые у вас есть по визе. Но, к сожалению, не дает вам право находиться в Европе, в странах Европы. Виза в Великобританию сама по себе или постоянное резиденство в Великобритании не дает вам свободного передвижения в Европе, потому мы возвращаемся на Карибы, потому что мы уже получили карибский паспорт, получат его быстрее, чем британский. И он вам помогает. Во-первых, помогает передвигаться по Европе и по всем многим странам, кроме Европы, без визы, без ограничений. А во-вторых, помогает вам не сдавать английский язык. Уровень английского языка на получение постоянного резиденства должен быть определенный и один уровень. Но если у вас паспорт идет Доминика, Гренада, Антигура, Санкидс и Невис, английский язык сдавать не нужно. Все-таки нужно будет сдать историю Англии, Flight in the UK тест, который называется. Но он очень намного проще, чем любой другой тест. У вас есть вопрос, четыре ответа. Иногда ответы даже можно запомнить, если хорошо потренироваться, и зрительная память работает. То есть совместно, если мы сведем две юрисдикции для инвесторов, которые могут себе позволить переехать в Великобританию и жить здесь без никаких ограничений, хотите, ведите бизнес, хотите, не ведите, хотите, открывайте, не знаю, там, свое чароти, благотворительную организацию. У вас полностью развязаны руки. Лилия, а вот у нас есть вопрос от Олега. Распространяется ли на детей от прошлого брака? Да. Здесь есть, конечно, нюанс. Это называется sole responsibility за ребенка. Вам нужно будет доказать, что ребенок проживает с вами и проживал с вами, и у вас полностью идет отдельная ответственность за этого ребенка по сравнению с бывшим супругом или супругой. Это непросто сделать. Нужны некоторые доказательства и объяснения. Но у меня таких очень много заявлений, потому что мы специализируемся в комплексных проезжениях сложных кейсов. И опять же, до 18 лет. Еще хотела заметить, если ребенок приезжает в Великобританию в 17 лет, а путь к постоянному резидентству 5 лет, это не имеет значения. Главное, чтобы ребенок запрыгнул на эту линейку до 18 лет, и мы его задержим уже до 24 лет и вручим постоянное резидентство. А вот еще раз. Получается, что путь до паспорта в UK очень тернистый. То есть сначала мы получаем ВНЖ, а потом за паспорт мы бьемся. То есть мы экзамен сдаем. Это не автоматически происходит. Мы уже на вид на жительство сдаем экзамен. А, даже на вид на жительство я должен язык знать в любом случае. Да, да. Помимо денег, мы просто так не дадут за деньги ВНЖ. Я уже сдаю на уровень ВНЖ. Вы знаете, да, здесь два нюанса. Обычно, с которым мы сталкиваемся, с нашими клиентами, у которых бизнес все-таки остается в России. Это отсутствие с Великобританией полгода в году. Нужно находиться в Великобритании минимум полгода, чтобы получить постоянное резидентство, вид на жительство. Плюс сдать язык. Да, то есть два нюанса. Но если вы хотите претендовать на британское гражданство, то отсутствие снижается намного. И отсутствовать разрешено не больше, чем три месяца в году. За последние пять лет. То есть первый год вы отсутствуете полгода в году, у вас все в порядке. Если мы рассматриваем вот пять лет вид на жительство, еще год прожили, можете получить британское гражданство. Шесть лет вот с момента въезда до получения паспорта. Ужас. Ужас. Сложно. Получается, что это даже интереснее на супругу получить, на детей, чем на салон предпринимателя, если у нее бизнес в России. Мы так раньше и делали, но, к сожалению, Министерство внутренних дел Великобритании просчитала и увидела, что многие люди, которые не живут в Великобритании и не являются налоговыми резидентами Великобритании, получают британские паспорта. Они все понять не могли. А чушь происходит? Ну, мы-то все умные, мы сразу открываем, все открывали визу, все консультанты, юристы, открывали визу на супругу, которая живет в Великобритании, смотрит за детьми, а муж продолжает работу и введение бизнеса в России. Потом все вместе получают постоянное резидентство. Муж хотя бы ездит туда-обратно без визы. К сожалению, сейчас в законодательстве пришли изменения и нужно выдержать всем членам семьи полгода в году. То есть и оба супруга должны находиться в Великобритании полгода в году, иначе дети не получат постоянное резидентство. Если жена, например, проживает здесь, с детьми, она получит постоянное резидентство, она главный заявитель. Дети не получат постоянного резидентства, потому что отец не получил постоянного резидентства. Так как жена получила постоянное резидентство, она может через год подать сама на американское гражданство и всегда иметь право привезти детей и мужа в Великобританию. Вопрос еще от Сергея. Вообще классная активность. Давайте самому активному подарим паспорт. Вот за самый лучший вопрос. Что думаете, Наталья? Подарим паспорт. Вот можем подарить скидку на наши профессиональные услуги. Самому активному могу предложить 25% скидку. Это от души. Это еще сейчас руководство мое не видит, что я тут раздаю. Значит, смотрите, за самый крутой вопрос, за самую большую активность, или за самый... Ну, давайте так, за самый классный вопрос. Вот активность, она может быть наоборот деструктивная. За самый классный вопрос Наталья вам дает скидку. Если вы там сегодня с ней свяжетесь. Ну, окей, ладно. Вот давайте сделать самый классный вопрос. Значит, вопрос от Сергея. Я присоединюсь. Ой, и Лиля тоже вам скидку даст. Выбирайте. На карту. Да. Ну, ладно. Я вам дам скидку тоже на свои услуги по консультации по налогам. 5%. Вот видно, налоговик разговаривает. Да, да, да. Ну, видите, как вот сразу видно женское сердце и мужское, да. Чувствуете по цифрам разницу, где что. Так, вопрос от Сергея. Вы упомянули визу Новатора. Что это за программа? Вопрос к Лилии. Виза Новатора основана на бизнес, у которого есть хоть какая-то маленькая часть инноваторской идеи. У вас есть бизнес-план. Вы подходите к организациям, которые называются Endosment Body. Они дают вам подтверждение того, письмо, в котором говорится о том, что, да, вот ваша бизнес-идея действительно инноваторская. Мы вас будем поддерживать. Вы с этим письмом подаете на визу инноватора. Если у вас иммиграционная история, с иммиграционной историей все в порядке. Если у вас есть письмо, и у вас есть 50 тысяч фунтов на банковском счете, которые вы говорите, вот в любой момент могу перевести в свой же бизнес. А вам могут выдать визу инноватора, она выдается на 3 года. Вы приезжаете в Великобританию, открываете свой бизнес, вкладываете 50 тысяч, и через 3 года, если у вас все хорошо, вы можете получить постоянное резидентство. Но не все так просто. Вам также нужно либо трудоустроить 10 британцев или людей, которые проживают на территории Великобритании и имеют постоянное резидентство. Создать эти рабочие места нужно минимум на 12 месяцев. Бизнес нужно вести, я вам сразу скажу, я бы очень сильно удивилась, если бы вы сказали, вложили 50 тысяч, создали 10 рабочих мест, и у вас просто все идет вверх. Конечно же, скорее всего, вам понадобится больше средств для того, чтобы развить свой бизнес и позволить себе нанять 10 работников. Не так просто получить поддержку от организации endorsement. Отдельно я могу вас проконсультировать и больше объяснить, как это работает. У нас есть контакты с endorsement с организациями, которые проверят ваш бизнес-план. И бизнес-план мы можем просмотреть тоже помочь в этом. Но это очень сложная работа. Готовьтесь к тому, что вам нужно будет бизнес поднимать, начинать с нуля. Есть, конечно, другие предложения, где вы покупаете бизнес-идеи и делать ее своей. Об этом тоже можно отдельно поговорить. Но английский язык нужен. Вот что, что не очень хорошо для некоторых предпринимателей. Высокий уровень английского языка. Лилия, а вот я пытаюсь представить в голове, кто подпадет под эти жесткие требования в части даже нахождения в UK. И это получается, это только та семья, которая реально переезжает, все члены семьи. Это полноценный переезд в UK. Да. Потому что это налоговое резиденство сразу же меняется. Это идет планирование для наших клиентов, и они думают наперед. Некоторые из них, им достаточно просто иметь визу в Великобритании, но они хотят, чтобы хотя бы жена получила вид на жительство и британский паспорт. Потому что это именно всю жизнь откроет дорогу в Англию. Если что-то не так, жена уехала в Англию, он всегда сможет присоединиться как муж британки. А это сложно? Кстати, да, воссоединение потом сделать, если она британка. Нет. Нет, нет. Виза супруга на два с половиной года без никаких ограничений. Смотрите, вот в моей практике это самая распространенная история. Вот у меня сосед так живет. Мой сосед, его семья в Англии, а он сам на две стороны живет. Ну вот он туда прилетает, а так основной бизнес у него в Москве и в Дубае. У него гражданства нет, вот у жены не знаю. То есть вот в его, например, кейсе, как жене получить паспорт, если она там живет. Но у нее нет доходов, она иждивентка, можно сказать, содержанка. Нет, как правильно. Доходов вообще не нужно, а если у жены есть виза на протяжении 10 лет без перерывов, не имеет значения, какие, и она физически находилась в Великобритании по 9 месяцев в году, она получит постоянное резиденство. Потому что это еще один путь. Вы можете жить на студенческой визе в Англии 10 лет, и через 10 лет сможете получить постоянное резиденство. но отсутствие там вообще не больше 54 дня в год. Так это тоже нереально. Ну, это же за 10 лет. Ну, за 10 лет. Это 10 лет так нужно. Смотрите, виза инвестора для жены. Она получит постоянное резиденство, потому что она находится в Великобритании. Через год она получит британское гражданство. Ну, да, то есть получается, что выгоднее эту тему делать логичнее на жену, а потом к ней присоединяться. Даже если у нее нет доходов, это окей. Да, конечно, это без проблем. Потому что муж дарит миллион. А будут спрашивать, откуда муж взял деньги? Это отдельный вопрос. Будут, но не так серьезно и сильно, как банки это спрашивают. вы либо показываете, что у вас был доступ к 2 миллионам на протяжении двух лет, либо показываете, откуда они к вам пришли. Вы что-то продали или дивиденды получили. То есть здесь не так все жестко и сильно, как комплайнс в банке. да может быть даже подарок от ваших родителей вам, а вы жене. Есть очень много разных вариантов. как раз то, чем мы очень часто занимаемся и планируем с клиентами. И еще визу инвестора можно даже на ребенка сделать. Ну, если жена тоже на две стороны визы? Нет, на ребенка 18 и больше только. Ну, да, 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 вот, который в вузе учится, вот, можно его инвесторам сделать. А он, кстати, если гражданство получит, вот он потом присоединит к себе маму с папой? Нет, к сожалению. Есть такая категория визы, но ее просто не все понимают. Она не дает права присоединить родителей еще до 65 лет, 65 лет. Они должны полностью зависеть от ребенка, они должны быть очень слабыми, с многими медицинскими проблемами. То есть есть такая категория, но это даже не хочу говорить, ее получить почти нереально. У меня были успешные дела, но да, это... Ну, да, в принципе, зачем Великобритании больные? Ей нужны молодые и богатые. Просто нужно доказать, что в Великобритании за больным следить дешевле, чем в любой другой стране, а нет такой страны, где это дороже, чем в Великобритании. И получается это просто бред. Согласен, у меня, моя одногруппница, она живет в Великобритании, в Лондоне, и она сказала, что она за ребенка платит 2500 фунтов в месяц за детский стадик. У нас нет таких цен, вообще, ну вот просто нет, я не найду такого детского садика в Москве. Это правда. Все зависит от того, какая конечная цель семьи. Мы всегда можем подобрать категории, посмотреть. Очень часто жены очень хорошо говорят по-английски. Они могут сдать тест, они могут учиться, они могут также найти работодателя в Великобритании, быть по рабочей визе, а все иждивенцы, депенданты идут вместе с ней. То есть вариантов, в принципе, очень много все зависит от вашего бюджета, от скорости решения заявления и от того, как быстро вы хотите получить паспорт. Раньше, чем через пять лет, британский паспорт получить вы не сможете. Потому что даже если вот я замечу виза, например, инвестора 10 миллионов вы вложили на два года, через два года эти миллионы вы можете продать акции вывести, у вас будет вид на жительство в Великобритании, постоянное вид на жительство. Но к паспорту вы еще будете ждать три года, потому что в Англии вы должны пробыть минимум пять лет, чтобы заслужить британское гражданство. А мы пенсию будут платить? Вот, кстати, этот вопрос и к вам, и к Наталье. В каком случае мне пенсия будет положена, если у меня паспорт будет этой страны? Если вы внесли лепту в пенсионный фонд и отчисления у вас были на, называется National Insurance Contribution, только тогда может быть вы заслужите после, сколько сейчас у нас, 60 лет, 65, подняли у нас пенсионный возраст, вам могут дать очень такую маленькую стандартную пенсию. Мне кажется, это то ли 500, то ли 600 фунтов в месяц. Я точно не знаю, сколько лет нужно проработать. Лет 7, мне кажется. Может, я не знаю. Ну, понятно, что пенсия сегодня сведетит. Так, Наталья, а как... Александр, вы вопросы задаете, конечно. Я могу только пофантазировать на эту тему, что с учетом того, как правило, наши клиенты не переезжают и не проживают на Карибах, то, соответственно, вряд ли они смогут претендовать на пенсию. Но надо учитывать то, что с паспортом вы получаете все права гражданина, кроме права голосовать, избираться. То есть, если вы туда едете, работаете и так далее, то на общих условиях претендовать вы сможете. Сколько лет при этом надо проработать? Честно, Кариба обычно это немножко не про это. Скорее всего, белого дохода не будет. Если туда ехать, то работать на какой-нибудь кайт-станции инструкторам, кайфовать. Но у них же нет белого дохода. Они просто наличные получают. И переводы виза цифровых кочевников, если мы говорим именно про клиентов состоятельных, кто оформляет себе второе гражданство, они обычно вряд ли переезжают таким образом. То есть, они там хотя бы открывают бизнес, инвестируют во что-то. Там сейчас зеленую энергетику они развивают очень активно. Там есть во что инвестировать. Классная фраза виза цифровых кочевников. Я запомню. Очень красиво звучит. Ну, то есть, реально у нас все получается гармонично. Значит, если вам нужна вот эта вот классная такая вот четкая виза, это Карибы. Самый дешевый вариант, который там можно совместить с инвестицией. В UK все сложно, работает только в том случае, если ты а, готов там жить много лет, минимум пять лет, и б, если у тебя есть время и нервы на всю эту тему. То есть, это не просто, чтобы ты отдал деньги Лилии и получил взамен там ВНЖ паспорт. Вот, кстати, еще вопрос. А когда паспорт получаешь, там опять экзамен сдавать? Там же тоже что-то спрашивать будут. Постоянное резидентство, экзамены те же самые, что и для паспорта, для натурализации. То есть, если вы сдали для недоносительства, то вы уже не сдаете их, они вам засчитываются автоматически. коллеги, у нас складывается беседа, как будто мы отговариваем людей ехать в Великобританию. Можно сказать пару слов вообще, что вы получаете, то есть, это же не просто так, да, путь такой тернистый и сложный, потому что в итоге вы получаете кучу преимуществ, собственно, проживая в Великобритании. Ну, во-первых, вы живете в юрисдикции, где тихо и спокойно. Во-вторых, самое основное для меня и для наших семей получение британского гражданства, это защита, защита будущего ваших детей. Все-таки исторически сложилось так, что Великобритания никогда не просит своих граждан, чтобы там не было. И пандемия нам показала, когда все британцы были вывезены с стран, а другие национальности страдали, еще ждали своих посольства, когда с ними свяжутся, когда им помогут. А с этой стороны также я хочу заметить, что вообще юрисдикция, она экономика стабильная. Да, у нас есть Brexit, но тем не менее Англия идет вперед и иметь свое представительство или компанию, организацию в Великобритании или даже получить британское гражданство, это престижно. Если престижно, то это также дает право большие преимущества. Например, даже Дубай. Если вы гражданка или гражданин Великобритании, ваша заработная оплата выше. Вот американцы и британцы, они идут на одном уровне. все другие национальности, у них заработная оплата автоматически ниже. Может быть, конечно, я где-то не права, но я это слышала от очень хороших источников, очень часто я знаю, что в банках эта схема работает, и вы никогда не знаете, где будут ваши дети и куда они переедут. Опять же таки, получение британского гражданства всегда позволяет вам вернуться в Великобританию. Вы, что происходит с нашими семьями, они доходят до постоянного резиденства, пытаются, получают британское гражданство, уезжают на какое-то время, и, может быть, лет через 5-10 они собираются вернуться. Но это не обязательно. Может быть, они просто дают возможность своим детям иметь право выбора. Ну, и, кстати, Великобритания, да, это одна, по-моему, из самых таких популярных направлений для обучения детей, да, там очень сильные вузы, сильное образование, и у нас, например, даже среди наших клиентов очень многие стремятся именно в Великобританию, вот, и отправляют детей, то есть я же так понимаю, что со всеми студенческими визами вы также помогаете, да, устроиться. Вот, и, собственно, ну, вот я объясню, да, как к нам попадают эти клиенты, они отправляют детей в Великобританию или хотят отправить, да, но при этом сами связи со страной не имеют, либо там переезжать не планируют, и, соответственно, они получают карибский паспорт и свободно путешествуют, да, или другой вариант, переезжают вместе с детьми, а карибский паспорт оформляют для бабушек и дедушек, чтобы те спокойно навещали внуков, навещали, да, детей своих в Великобритании, вот, ну, и опять же, да, как бы плюс, вот, да, как мы уже говорили, что там карибы еще дополнительно дают вам свободу передвижения по Европе, вот, то есть, ну, мне кажется, Великобритания, да, одна из лучших юрисдикций для получения образования детей, там, для ведения бизнеса, я тоже вот, ну, часто знаю, что клиенты, они смотрят, потому что есть какие-то, да, и налоговые каникулы, какие-то преференции для бизнесменов. Есть. Все зависит от того, какой тип бизнеса, на что вы настроены и что вам нужно в конце, но я вижу, что у многих клиентов, у них получается 180 дней находиться в Великобритании, даже ведя бизнес в других юрисдикциях и странах, они переключаются на это, и время идет очень быстро. Поездки туда-обратно сейчас очень легкими стали, карантина не будет, так что приехать в Великобританию даже на выходные, это не так сложно. Одни-то считаются. Я вот с вами поделюсь опытом, у меня клиенты у достаточно большого количества есть ВНЖ в UK. Ну, понятно, что часть из них они получали их по более лояльным условиям, которые когда-то были, да, вот в эти там далекие годы, которые уже в прошлом. То есть паспорт UK это ну, определенный статус, это определенная тусовка, и я все-таки вот, ну, мне нравится подход Лилии, которая нам сказала много про сложности, так и есть. Вот глобально UK в UK нас в целом не ждут. И даже если у вас есть деньги, то вы не сможете там просто их заплатить и получить все, что вы хотите. Ну, потому что юрисдикция топ. То есть в любом случае там а, нужно вкладываться своим временем на то, что ты экзамен сдаешь и так далее. Б, я уверен, что там больше взаимодействий с юристами, там сто процентов вот, поскольку ты переезжаешь в UK, у тебя возникает цепочка вопросов там, связанных с персионным законодательством, с налоговым, куча всего. То есть это огромный пласт планирования. Но за это вы получаете результат. У вас самый топовый паспорт в мире. Все справедливо. Дело в том, что мы, я занимаюсь эмиграцией уже более 17 лет, 18 лет в этом году. И я сталкивалась с очень многими проблемами, я уже их вижу наперед. Хотя мне часто говорили, не начиная с проблемы, но мы предлагаем решение. И когда я вижу семью и их обстоятельства, мы всегда находим путь, который подходит всем. Не бывает таких, которые говорят, нет, это не для меня или не мое. Если вы уже рассматриваете Великобританию, дети у вас уже учатся, почему за это же время постараться, не постараться и не получить им хотя бы какой-то результат, ПМЖ, британский паспорт, уже совсем по-другому на вас смотреть будут. Да, его долго ждать, но вывести деньги с Англии нет проблем, а вывести деньги, не знаю, с Дубая, с Кипра могут быть. Да, если, например, мы смотрим на ваше гражданство, если комплайенс мы проходим и так далее. То есть все равно доверять в Великобритании нужно, но однозначно к ней нужно готовиться. Это как раз то, чем мы занимаемся и что мы пытаемся объяснить с Натальей вместе, что можно сделать, чтобы было и вкусно, и приятно, и вот все просто в одном месте. Да, 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 и получается, что вот есть там ВНЖ Великобритании, это большой сложный проект, и, ну да, логично, что, чтобы бабушки и дедушки прилетали, и просто можно было по планете ездить. Для этого есть вот эта виза цифрового кочевника, это вот направление карибов, все очень логично. Не совсем, нет, виза цифрового кочевника это другая история, то есть это как раз для тех, кто там работает на дистанционке, он получает временную визу, едет в страну, там работает, это многие страны предлагают, но что мы предлагаем, это именно гражданство за инвестиции, то есть это не путать. Да, но это же сама по себе вот идея, она соответствует современному миру, что ты получаешь этот паспорт, и ты становишься таким вот, ну, свободным гражданином мира, не с точки зрения налога, с точки зрения, да, ты цифровой кочевник в чем-то, вот ты захотел завтра встретить рассвет в Доминике, ну, ты встретишь его не завтра, правда, послезавтра, учитывая там часовые пояса. Завтра можно встретить в Лондоне, а через там восемь часов вы уже долетите до Карибов из Лондона. Да, да, вот так это работает. И знаете, я недавно общался с другом, он журналист, и вот он мне рассказывал, что ему очень обидно, что у него, и вот Грузвей, он вообще, ну, там, как через политический куб, то ли нашей страны, то ли всего мира объяснял, что вот нету свободы перемещения, и я про себя подумал, что свобода есть перемещение, но, к сожалению, она стоит денег, как раз вот этой вот книжечке, о которой мы говорим сейчас. Вот она дает ту самую свободу, когда в моменте ты оказываешься где угодно. Окей. Так, дамы, ну, давайте еще по минутке каждая, вот кто хочет что-то сказать в завершение и заканчиваем. Я, наверное, хочу, ну, да, давайте, я просто хочу обобщить, что в Великобритании есть много разных вариантов приехать, проживать, может быть, приехать на проживание, на обучение или установление бизнеса. Сейчас есть очень много новых инноваторских на взгляд Министерства внутренних дел программ, такие как Global Talent, Visa Talent, есть виза, которая открылась для студентов, если вы заканчиваете или получаете высшее образование в Великобритании, у вас появляется право получения визы на два года, на два года, она называется Post Study Work, эта виза позволяет вам работать в Великобритании и она является мостом для того, чтобы вы могли найти себе следующий путь ваш иммиграционный, например, визу инноватора, предпринимательская виза своего рода или работодателя, который сможет вас проспонсировать, вы будете находиться на территории Великобритании по рабочей визе, называется сейчас Skill Work, через спонсорскую лицензию, тоже ведет к постоянному резидентству, тоже можно получить британское гражданство и также можно присоединить семью. есть другие категории, про которые просто нет времени рассказывать и опять же таки все зависит от того, чем вы хотите заниматься. Можно также перевести или открыть представительство бизнеса, на который вы работаете, не вашего бизнеса, на который вы работаете в Великобритании. Это тоже довольно дешевый переезд в Великобританию, виза называется Soul Representative, есть свои нюансы, но мы даем полностью поддержку. И если у вас есть поддержка и гражданство карабских стран, вас, карибских стран, у вас очень много открывается дверей, бюрократия сокращается, время чего-то ждать, куда-то ехать, потому что вы всегда сможете пройти через E-Gates, когда вы приезжаете в Европу или в Великобританию как турист, если все-таки вы не выбираете сюда переезжать полностью, то есть есть очень много преимущества в получении обоих паспортов обоих стран. Собственно так и есть, если по отдельности эти программы не решат всех запросов, то комплексно наличие двух-трех паспортов делает сразу свободу перемещения, свободу выбора, все это гораздо доступнее для вас, соответственно вам легче будет покупать недвижимость за рубежом, выбирать где вы хотите жить, где хотите учить детей, где хотите вести бизнес и платить налоги. В любом случае второй паспорт он открывает для вас гораздо больше дверей и выбирая, то есть я вот не знаю британцев, которые говорят дайте мне гражданство в Россию, я поехала в Россию, но при этом многие оформляют карибские паспорта, чтобы свободно ездить в Европу, чтобы свободно ездить даже в Россию, потому что и Доминика они дают безвизовую Россию, поэтому я недавно встречалась с партнером здесь, у него швейцарский и итальянский паспорт, я говорю, ну и как виза в Россию, он говорит, ой, было непросто получить визу, я говорю, ну так может быть карибы, тогда сразу будете свободно ездить, а то казалось бы, два таких сильных паспорта, уж казалось бы, можно спокойно перемещаться, но вот все равно есть свои нюансы, вот, наверное. Хорошо, хорошо, спасибо. Так, мы, вообще у нас три кейса было на рассмотрение, но на мой взгляд, в рамках рассмотрения кейса мы достаточно плотно пересекались с идеями всей семьи, бабушек, дедушек, однако есть определенные вопросы, которые вы не затронули, и мы можем их тоже базово обсудить, чтобы слушатели тоже знали, о чем речь, то есть, вот, например, про фонды устойчивого развития мы не поговорили, вот, в программах Сент-Китс и Невиса, и, соответственно, в UK там тоже есть вопросы, вот, виз и стартапов, я думаю, что мы можем уделить этому буквально по пять минут, потому что, возможно, это интересно слушателям. Кейс у нас достаточно простой, он для детей, когда у нас теперь заявитель супруга, у нее есть детишки, она тоже гражданка, и она хочет отправить детей на обучение в Англию, дай бог, и навещать их без оформления виз. Давайте тоже быстро пробежимся. Натальем слава. Да, если там позвольте, следующий слайд, да, первая, отправляя детей в Англию, да, обращайтесь к Лиле, она расскажет, да, что, как отправить ребенка. Да, собственно, Лиле, хотите два слова, или мы, в принципе, вкратце. Да, по студенческим визам все очень просто, если у родителей есть ребенок до 18 лет, его можно отправить в Великобританию с 4 лет на обучение. Если обучение в школе, в колледже, в университете, то для иностранных детей обучение должно быть только платное, только в частные в частные школы, не могу подобрать слово. Если на визу подать очень легко, вы получаете письмо от колледжа или школы, от университетов в подтверждение вашего курса, оплаты, депозита. С этим письмом вы делаете само заявление на визу, мы можем вам сделать поддержку и помощь с Великобританией, потому что все заявления делаются онлайн, мы сможем посоветовать, как быстрее сделать это заявление, в каком формате, процедуру, и все, что нужно, это показать достаточное количество средств на банковском счете родителей, письмо от родителей, письмо со школы, хорошая иммиграционная история и заявление сделано. Студенческая виза детям до 16 лет позволяет только обучаться в Великобритании, это мультивиза, могут возвращаться, приезжать и так далее. Детям студентам 16 и больше, некоторые колледжи позволяют работать на полставки 20 часов в неделю. У них в самой виде будет написано разрешение о том, что они имеют право трудоустроиться в Великобритании. В принципе, это все про студенческий виза. Я, кстати, тоже расскажу небольшой опыт. Я когда был маленький, студент, я ездил в Германию и там тоже было ограничение по обучению. 20 часов по работе или еще меньше. И многие это обходили тем, что работали нелегально. Даже несмотря на то, что Германия. Несмотря на то, что мы в Англии, у нас тоже так могут работать. Но если их поймают, то работодателя могут оштрафовать от 10 до 20 тысяч пунктов. Работодатель закладывает эти риски в низкую зарплату. Поэтому там все справедливо. Окей, ну да, по повизам понятных детских. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Да, если мы говорим про детей, которые едут, собственно, на обучение в Англию, тут, наверное, стоит заметить, что с карибским паспортом, так как это все большие колонии Великобритании, да, и у них они являются частью сообщества британского, для них поступление в ВУЗы, например, да, также может быть по квоте проще с карибским паспортом, нежели с российским. Вот, это значительно упрощает жизнь, и, да, если мы говорим, то, что Александр упоминал про фонд устойчивого роста, да, это та самая опция дотации в экономику страны, только в каждой стране там фонд называется по-своему, и вот я уже упоминала, да, что, например, до конца этого года действует акция по дотации фонда устойчивого роста на семью четыре человека, дотация обходится всего в 150 тысяч долларов, что на 45 тысяч дешевле обычной цены, поэтому, если вы рассматриваете, очень советую вот подаваться сейчас в ближайшие пару месяцев, главное нам подать заявление, да, до конца декабря, с учетом того, что вся Великобритания уходит на каникулы, да, там, за неделю до, нового года, вот, наверное, ну, как бы в двух словах про вот этот вот кейс, да, то есть, если вы отправляете детей учиться, получаете при этом карибский паспорт, да, и ребенку он поможет в поступлении, и вам поможет навещать ребенка, там, на себя, на родителей оформляете, свободно навещаете ребенка в любое время. Я бы хотела добавить, что, когда вы отправляете ребенка в Великобританию до 12 лет, то родители могут получить визу, которая называется parent of a child at school, один из родителей, а второй должен приезжать по туристической визе, то есть, если родители получат паспорта Санкидс и Невис, им не обязательно будут открывать туристические визы в Великобританию, они могут просто проведывать своих детей и смотреть, что где и как. Да, причем на полугода там, возможно. Да, но parent of a child разрешает вам находиться в Великобритании 12 месяцев, но только до того, пока не исполнится вашему младшему ребенку 12 лет. Отлично. Так, ну и, я не знаю, у нас остался еще один, да, Кейс? Так, давайте посмотрим, да, ну, тоже быстро пробежим за пару минут, сейчас я его открою. хорошо. так, третий кейс для всей семьи, у нас там всем, есть главный заявитель, да, слайд нужно открыть, честно скажу, номера слайда нет, Василия, откройте, пожалуйста, кейс 3, да, вот он. Да, у нас есть заявитель, муж супруга, дочек 17 лет и его родители, вот ситуация, когда мы всех берем паровозом. Соответственно, дочка также планирует учебу в Оксфорде, главный заявитель, владелец агентства недвижимости, агентства недвижимости в Москве, но он готов переехать в Великобританию. И самое главное, возможность для бабушки и дедушки навещать внуков. Ну, то есть, это самая жизненная ситуация. Вот основная часть семьи переезжает в UK, не основная часть они хотят навещать. Папа под вопросом, он, может быть, будет жить в UK, может быть, будет на две страны. Так, ну что, давайте начнем с комментариев Лилии. Да, да, наверное, то есть мы решаем переехать в Великобританию, и вот похоже на первый сценарий. Если у нас есть дочь и у нас есть главный заявитель супруга, то есть нужно начинать с главного заявителя. Дочь до 18 лет, это означает, что она зависимый член семьи и ее легче всего присоединить к той основной визе, которую выбирает главный заявитель. Это либо виза инвестора, либо виза инноватора, либо же это рабочая виза, если он нашел его, подателем, который его поддерживает. Супруга, дочь 17 лет, они присоединяются как ежедневенцы, депенданты, они получают визы. Родители могут только получить туристическую визу. Первая виза выдается на 6 месяцев, это мультивиза, и последующая можно открыть на 2 года, на 5, на 10. но здесь Наталья вам подскажет, можно этого всего избежать, закрыть этот вопрос, а также вопрос получения Шенгер-визы в Евросоюз, в страны Евросоюза, если они смогут получить одно из гражданств, которым занимается Наталья. У всех граждан России это отлично. Как я уже говорила, дочь до 18 лет она может присоединиться, она будет депендантом, и через 5 лет сможет получить постоянное резиденство, потому что в основном все визы ведут к постоянному резиденству через 5 лет, кроме визы инноватора и визы инвестора с инвестицией побольше. Дедушки, бабушки это не к нам. К нам можно обратиться для того, чтобы получить им долгосрочные туристические визы, разрешающие им находиться на территории Великобритании не больше, чем полгода в году. Причем, если виза у вас на 2 года или на 5, это означает, что с момента первого въезда вы должны начинать отсчет. Очень много недопониманий, недоразумений, а может быть я выйду, а потом снова въеду, и у меня начинается 6-месячный отсчет, это неправильно. Подходить к этой визе нужно, где переносите ли вы максимальное пребывание своих дней с одной юрисдикцией в другую. Если вы это перенесли, то есть находитесь на территории Великобритании больше, чем полгода, это означает, что вы бросили свою страну и нарушили условия своей туристической визе. А так по студенческой визе все очень легко, только к ним нужно готовиться минимум за год, а то или за два, если мы в Оксфорд хотим. Все другие, там все в порядке. Оксфорд, Кембридж, да. Нужно точно знать. Тем временем, пока вы готовитесь, вы можете получить гражданство на всю семью, на Карибах, например, приобретя объект недвижимости на Доминике. Доминика предлагает один из наиболее таких полных списков самых интересных объектов, о которых я говорила, это Кабриц Резорт Кемпинский, это Анечи Резорт от Мариот, Сикрет Бэй, Транквилити Бич от Хилтона, Санкшери Рейнфорс, то есть очень много объектов, таких пятизвездочных хороших инвестиций, которые будут потом легко перепродать, и, соответственно, в эту сумму от 200 тысяч вы можете включить еще и всех своих иждивенцев, включая и ребенка, включая родителей, и, собственно, как я уже говорила, и ребенку будет проще поступать с карибским паспортом, а не с российским в британский вуз, и родители спокойно смогут перемещаться, навещать, и, опять же, если мы говорим про то, что главный заявитель хочет жить на две страны, если он пока что не готов, например, получать, становиться налоговым резидентом в UK, переезжать туда совсем, то вполне карибский паспорт ему поможет до полугода находиться в Великобритании без каких-то дополнительных оформлений именно по британской части. Да, и вот тут красивое бунгало на фотографии, ну, классно такой домик иметь, и приезжать туда, раз, вот, или друзьям давать ключ, вот, если там дают две недели, да, вот эти бесплатные, друзьям ключ дать, прикольно. Так, хорошо. Наверное, в принципе, с кейсами это у нас все, если можно, там пролистать просто на последний слайд, да, на наши контакты, потому что далее там идет о компаниях, мы уже представлялись, вот, как бы, мои контакты, Лилии, да, Александр, и вашими контактами поделятся организаторы в рассылке, правильно я понимаю? Да, отлично. Ну, да, то есть у нас все просто, по гражданствам, вот, мы поделились, есть оттрава, есть UK, по налогам в России ко мне, и по каким-то проблемам бенефициаров, там, это все в эту сторону. Так, дальше, у нас был с вами договоренно, что мы даем скидку за самый лучший вопрос, но я предлагаю дать про новаторов вопрос, вот, Сергею, отдать скидку 25%, Сергея, скидка действует, да давайте не делать, вот, какой-то дедлайн, ну, вот, у вас есть контакты, Наталья, вы просто с нами свяжитесь, напишите, мы вам выпишем ваучеры, что на наши услуги у вас есть скидка 25%. С другой стороны, тогда слушатели будут журничать и говорить, что они были под неймом Сергея. Ну, ладно, работаем. Ну, тогда слушатели должны были поучаствовать и выслать хороший вопрос. Ладно, там на месте. Можно связаться с нами напрямую, сказать, что вы прослушали сегодня наш семинар, у вас есть хорошие вопросы, мы вас отметим в следующий раз, мы же на последний раз выступаем. Да, коллеги, а может быть мы и по Карибам тоже выберем какой-то вопрос, тут был вот про UK, да, то есть мы, Сергею, и мы готовы дать скидку, и может быть еще вот кто у нас спрашивал про Карибы, вот, например, Максим, таким образом 220 тысяч инвестиций в недвижку, плюс 50 тысяч дотации, так, Максим, я с удовольствием сделаю вам персональный расчет на недвижимость и включу в него скидку 25%. Максим, вы понравились Наталье, что остались в голове. Я вижу вопрос от Светланы, если ребенок учится в Великобритании, какие решения для родителей? Мне кажется, мы покрывали этот вопрос, у нас есть parent for child, только если детям до 12 лет. остальное либо карибский паспорт полгода в году, либо же виза инвестора, рабочая, студенческая. Очень часто у меня родители приезжают повышать свою квалификацию в Великобритании, пока их дети учатся. Они начинают мастер или MBA, вот, проучились, получили диплом, повысили квалификацию, получили визу на два года рабочую, а там уже либо решают все-таки муж тоже пора в Англию, он переезжает либо по рабочей визе, либо по визе инвестора, но жена уже с высшим образованием в Великобритании, она понимает, что где найти, куда прийти и уговаривает мужа о том, что вот жизнь все-таки в Англии веселее, лучше и не знаю, мероприятий здесь больше, хотя Москва тоже не отстает, мне кажется. Окей. Ну что, дамы, большое спасибо за ответы на все вопросы слушателей, мы тоже, на подробное рассмотрение всех вопросов и кейсов, тогда все будем на связи, всем еще раз спасибо и до новых встреч в Англии, на Карибах и в Москве.